Эта игра должна была состояться еще минувшей осенью. Поклонники футбола с нетерпением ждали, когда же на поле встретятся лучшие футболисты Кыргызстана и Мьянмы. Однако тогда, в связи с нашумевшими событиями в Мьянме, правительство нашей страны из соображений безопасности приняло решение перенести матч. Спустя полгода решением Азиатской футбольной федерации встречу двух сборных договорились провести на нейтральной территории в Южной Корее 22 марта. На Южно-Корейском поле наши спортсмены чувствовали себя более чем уверенно и уже на второй минуте первого тайма успешно дебютировал Ислам Шамшиев. Футболист первым поразил ворота противников. Еще через несколько минут второй гол забил полузащитник Антон Землянухин. Несколькими успешными пасами Землянухин не только закрепил за собой звание лучшего бомбардира нашей страны, но и был признан лучшим игроком матча. За все время матча футболистам Мьянмы удалось лишь единожды пробиться в наши ворота. По итогу один пропущенный мяч против наших пяти. Эта игра проходила в рамках отборочного раунда чемпионата Азии. Завоеванная победа автоматически обеспечила место Кыргызстана в финальной части масштабного футбольного состязания. Для нашей страны это событие исторической важности. А мы атакуем и забиваем! Наконец-то третий мяч! Попасть в Азию это большое достижение. Смьянма игра показала, что ребята хотели перевернуть гору. Вот их рвение, их хотение выиграть. Это результат был. Счет сам говорит, как они хотели рвались. 5-1 и свободно обыграть. Это было здорово. Сегодня футболисты из отечественной сборной еще прибывают в Южной Корее. Однако завтра вечером вернутся домой. Впереди заключительная игра отборочного тура, которая состоится на столичном стадионе «Спартак». На поле спортсменам предстоит встретиться с командой Индии. Готовимся к Индии. Потому что это результат дает еще больше настроек к Индии. Потому что у нас еще остается шанс выйти из группы первым. И это первое место еще нам дает, в первую очередь, это влияет на рейтинг. Во-вторых, это мы можем попасть в вторую и третью корзину, где сильнее командами. Сборной забил Антон Землянухин. Еще одна атака и пятый мяч влетает в ворота сборной Нянны. Первый матч на пути к чемпионату Азии сборная нашей страны провела еще три года назад. Тогда, в июне 2015-го, победой наших спортсменов завершилась игра с футболистами из команды Бангладеша. Обеспечив себе третье место в группе, отечественные футболисты автоматически попали в финальную групповую стадию отбора к чемпионату Азии. Сам чемпионат состоится в следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо нашей страны, участие в масштабном спортивном событии примут сборные из 24 стран.